Поощряют эскалацию напряженности в Госдепе, предложили усилить присутствие США в Черном море. 17 декабря 2018 года, 21 час 09 минут Роман Шемаев, Анна Лушникова Вашингтону следует рассмотреть возможность наращивания присутствия США в Черном море. Так считает спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. При этом он отметил, что союзник Америки в регионе – Турция. В то же время дипломат не исключил введение новых антироссийских санкций за инцидент в Керченском проливе и анонсировал поставки оружия Киеву. В ответ в Госдуме подчеркнули, что Соединенные Штаты поощряют эскалацию напряженности между Москвой и Киевом. Между тем эксперты полагают, что милитаризация Украины вызовет недовольство Европы. Вашингтон должен изучить возможность наращивания присутствия США в Черном море. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. «Я считаю, что есть вещи, на которые нам нужно обратить внимание. Увеличить присутствие в Черном море на двусторонней основе или же при содействии ЕС», – сказал американский дипломат. При этом он назвал Турцию союзником Соединенных Штатов в этом регионе. По его словам, Анкара играет крайне важную роль в Черноморской акватории. «Мы также хотим работать с Турцией по вопросам безопасности в Черном море и свободы судоходства», – пояснил Волкер. Кроме того, в ближайшие пару месяцев США планируют объявить о поставках Киеву дополнительного военного оборудования. Вместе с тем Вашингтон не исключает введение новых санкций против Москвы за инцидент в Керченском проливе. Также по теме. Воевать с Украиной мы не будем, Лавров заявил о подготовке Киева к провокации на границе с Крымом. Согласно имеющейся информации, украинские власти до конца 2018 года планируют осуществить вооруженную провокацию на границе с Крымом. «Мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнерами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия. Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте на Украине», — заявил спецпредставитель Госдепа. Заявления Волкера вредят стабильности в Черноморском регионе зампредкомитета Госдумы по обороне и безопасности. Юрий Швыткин заметил, что США продолжают использовать Украину в качестве марионетки и своего подопечного для реализации агрессивных планов в отношении России. При этом он указал, что заявления Волкера носят воинственный и деструктивный характер. США сегодня продолжают вести агрессивную и провокационную политику в отношении нашего государства, при этом поощряя милитаризацию Украины, делая шаги в отношении своего возможного военного присутствия. Поставляя Украине какие-либо виды вооружений, Штаты поощряют эскалацию напряженности, прежде всего, в отношении России. Что, безусловно, не идет на пользу стабильности в данном регионе, — заявил Швыткин в беседе с Арти. В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что синхронность и схожесть высказываний спецпредставителя Госдепа с заявлениями украинского лидера Петра Порошенко говорят о его политической ангажированности. Эксперт также напомнил, что законность пребывания американского флота в Черном море регулируется Конвенцией Монтрео, а не Хотелками Порошенко или Волкера. Милитаризация Украины вызывает серьезное раздражение и опасение в Европе. В случае, если США будут настаивать на предоставлении все большего и большего объема летального оружия Украине, это приведет к серьезным последствиям на европейском направлении. Потому что милитаризация государства, руководство которого пришло к власти в результате госпереворота и которое демонстрирует неадекватное поведение по отношению к соседям, способствует созданию крайне опасной ситуации в Европе, что должно быть предметом пристального изучения со стороны Брюсселя, подчеркнул Мухин в разговоре с Арти. Украина пытается на ровном месте создать провокацию отметим, что также в понедельник, 17 декабря, спикер Верховной Рады Андрей Порубий подписал и направил президенту Украины Петру Порошенко закон о прилежащей зоне Украины, согласно которому часть водного пространства, прилегающего к территориальному морю страны, будет расширена вдвое, до 24 морских миль. Он регламентирует прилегающую зону, в акватории Азовского моря устанавливают ее на 24 километра, дает возможность задействовать вооруженные силы Украины в случае пересечения прилегающей зоны, пояснил Порубий, также по теме. Коммерческие интересы преобладают над разумом, почему США призвали Германию отказаться от Северного потока, два госдеп США призвал Германию прислушаться к опасениям соседей и отказаться от реализации проекта Северный поток, два. По мнению, по словам зампреда Комитета Госдумы по СНГ, Евразийской интеграции и делам соотечественников Виктора Водола ЦКО, этот законопроект является недеоспособным. При этом документ нарушает не только все международные морские правила, но и подписанные между Россией и Украиной еще в 1993 году соглашение. Самое главное, что на сегодняшний день и Верховная Рада, и Порошенко принимали и будут принимать все деструктивные законы и решения, связанные с нагнетанием обстановки. Сегодняшняя власть Украины – власть мутант, потому что она работает против своего народа, граждан Украины. Все эти действия происходят в рамках той дорожной карты, которая написана представителями госдепа и советниками Порошенко, она четко выполняется, заявил Водола ЦКО в беседе с Арти. По словам депутата, цель этой дорожной карты – не допустить выбора президента, вести и продлить военное положение. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что подобные законы указывают на желание Украины взорвать ситуацию в Черном море, а не стабилизировать ее. Все это связано с тем, что Украина крайне заинтересована в нагнетании военно-политической напряженности в акватории Черного и Азовского морей. Понятно, что они сейчас будут пытаться создавать лишние поводы для осуществления провокаций. А чтобы это сделать, очень важно подготовить нормативно-правовую базу. Подобного рода ничем не подкрепленное и с точки зрения логики абсолютно необоснованное решение о расширении зоны контроля, попытка создать на ровном месте провокацию, сказал эксперт в разговоре с... Орт.